Прямая пересекает стороны угла и его бисектрису, при этом образуются три угла, альфа, бета и галфа. Посмотрите, пожалуйста, картинка какая. Вот есть угол, у него какой-то луч, который делит его пополам, называется бисектриса. И абсолютно любая прямая. Углы образуются вот какие. Альфа, вот этот вот угол, вот этот вот угол давайте обозначим бета, и, наконец, вот этот угол обозначим гамму. Докажите, что средний из этих углов, то есть бета, равен половине суммы альфа и гамма. Другими словами, 2 бета это альфа плюс гамма. Оказывается, что угол бета это средняя альфа и гамма. Сумма углов треугольника 180 градусов. Променту вам ничего здесь знать не надо. Что? Почему это так на стороне? В каком классе учиться? Верный признак того, что ужас в том, что обучение геометрии в нашей школе в седьмом классе не улучшает, а улучшает ситуацию. Смотрите, чему его за аромат не учили, что все треугольники равны сторони. Он потребует еще год потратить, чтобы тут турист головы выпить. Садитесь, конечно, он не равны сторонний. Треугольник любой. Смотрите, видите, там есть какая-то тема, там что-то рассказывается. Нельзя просто так сидеть. Ребята, вы понимаете, что прочитать книгу. Проблема вся в том, что большинство из вас вообще не умеет извлекать информацию из текста. Вы привыкли отвечать, вы привыкли зазубривать, вы не привыкли думать над текстом. Фюрер думает за вас. Это очень плохо, ребята. Это очень плохо. Оно уметь самим думать. Логические размышления каждый человек должен быть самым. Нет. Помните, что ему сказали? Авторитетный человек сказал, что там будет 58 градусов. Так и бывает в темном. Сумма величин углов треугольника 180. Пишите эти формулы. Всего два треугольника. Альфа показали 180 минус гамма. 180 градусов. Показали. Еще что можно сделать? 180 минус бета, надо показать и бета. Ну, да, можно 180 минус бета, а может бета. Альфа 180 минус бета, потом бета, потом 180 минус гамма. Замечайте, четыре угла написали, это уже углы в треугольник. Что дальше делаем? Хочешь, можно вот этот угол. Да. Да, секунду. Углы обычно обозначают греческими буквами. Вы кончили греческие буквы? Вообще кончились. То есть греки имели алфавит в сроках. Не верят. Ну, давайте, пусть это будет, например, фи. Так, я очень легко написать. Итак, отлично, пишите. Верхний треугольник. Фи, альфа и 180 минус бета. Всего должно быть 180. Замечательно. Нижний треугольник. То же самое. Сумма углов 180. Это фи, дальше бета, и, наконец, 180 минус гамма. Отлично. Фи плюс альфа плюс 180 минус бета. Дальше надо как-то упрощать это равенство. Вы помните, что мы хотим получить. Два бета равно альфа плюс гамма. Вычислим. Фи за беих частей. Просто не писать. Так же проще, да? И 180. И 180. То же самое. Убрать за беих частей. Тоже не писать. А все остальное переписать. Этот бета переправить направо. А альфа? Нет, добавлю. Гамма налево. Гамма с минусом, значит, отправляем налево. Бета слева с минусом, значит, отправляем с плюсом направо. Что у нас получится? Отключаем. Опять нужно посмотреть на то, что нас просили. Это тоже самое. Просили два бета равно альфа плюс гамма. Вы, спасибо большое. Все правильно? Ребята, за месяц все, что от него требовалось, мы просто решили спокойно написать два раза теорему рассумного гостя и гостя и гостя. Напомню вам, что такое теорема в внешнем угле. Вот представьте себе, что есть совершенно произвольный треугольник с какими-то углами, да? Кто помнит, что вы проводили параллельно, и что у нас такое получалось? Внешний угол, альфа плюс бета. Вот, внешний угол. Так вот, этот внешний угол на самом деле очевидным образом равен сумме альфа и бета. Отлично. А теперь, а теперь попытайтесь при помощи теоремы о внешнем угле объяснить, как можно было по-другому решить эту задачу. Ну, если честно, разница невелика. Потому что теорема о внешнем угле это почти то же самое, что просто теорема о сумме в том и в другом. Если сюда добавить еще углу там, то у вас получится, что сумма всех трех это 180 градусов. Но, тем не менее, внешний угол должен тихонечко задуметь. Пользоваться лучше. Кто мне скажет, что дает для углов альфа, бета, фи и вот этот треугольник? Альфа плюс фи, а я и все бета. Абсолютно верно. Давайте я запишу. Бета – это альфа плюс фи. Пожалуйста, все тоже запишите. Почему? Потому что бета – это внешний угол. Альфа – это внутренний, и фи – это внутренний. Вот эти два угла и третий – внешний угол. Бета равно альфа плюс фи. Здесь у нас какой угол внешний, а какие два внутренние? Гамма равняется бета плюс фи. Гамма равняется бета плюс фи. Представляем бета? Нет, дело не в этом. Дело в том, что, господа, в этом штуке называется арифметическая прогрессия. Давайте объясним. Альфа, бета, которое равно альфа плюс фи, и гамма, которое равно бета плюс фи, то есть, другими словами, альфа плюс два фи. Когда у вас написаны три числа, и разность между этими числами равна разности между этими, это называется арифметическая прогрессия. Давайте я по-другому это так объясню. Вот есть у вас число, которое там альфа, представьте себе, к нему добавили какую-то величину, добавили какую-то величину, а к результату добавили еще раз ту же самую величину. Вот это вот величина, да? Получили здесь бета, а здесь получили гамма. Поняли, что такое альфметическая прогрессия? Это было число, к нему что-то прибавили, и к результату еще что-то прибавили. Ну, для любой альфметической прогрессии среднее число это полусумму вот этих. Почему? Потому что среднее число, господа, это у нас альфа плюс фи. Что? Правильно, не помню, это два бета. Альфа плюс фи это два бета. А альфа это альфа, а гамма это альфа плюс два фи. Пожалуйста, поймите, что это действительно так. Здесь два альфа и два фи, и здесь тоже два альфа и два альфа. Вот есть уроки, да, можно было рассуждать.